Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. В этом видео я покажу, что я носила на протяжении последних недель. Ну что ж, сегодня на мне кожаные леггинсы, конечно же, и блуза, которую я вам показывала, под блузой водолазка. Я много раз рекомендовала носить водолазку под шелковые блузы, под ваши платья-рубашки, которые, возможно, вы носили летом, под самые разные блузы с круглым вырезом, как, допустим, сейчас на мне. Она сделана из тонкой пальтовой ткани, и мне в ней очень-очень тепло. Почему? Потому что это стильно, красиво, необычно, так редко кто делает. Более того, я хочу в ближайшее время, когда станет тепло, носить водолазку и сверху рубашку, но не хлопковую, а именно льняную, чтобы поиграть на контрасте тканей. Обычно пальто я набрасываю вот таким образом, и многие знают, что я действительно так хожу по улице, пальто с меня не спадает. Это секрет в том, что вещи подобным образом можно носить, если у них не скользкая подкладка, как, допустим, здесь вообще подкладка отсутствует, и, соответственно, шерстяная ткань на шерстяную ткань прекрасно держится и фиксируется. Но сегодня холодно, поэтому пальто я все-таки надену, плюс мы с Данечкой с утра собираемся, поэтому, чтобы посадить ребенка в машину, тебе должно быть удобно. Ну что ж, вот так все это выглядит. Сегодня у нас тепло, но все-таки еще зима, поэтому я надеваю, конечно же, ремень и пояс. И, пользуясь своим любимым трюком, я надеваю два ремня. Многие, кто смотрит меня давно, знают о моей проблеме нехватки дырочек в ремнях, потому что я похудела, и теперь многие ремни у меня просто очень сильно велики. Не колю специально, потому что дырочки отличаются от тех, что есть. Ну, в общем, для меня, на самом деле, это не высосанная с пальца проблема. Меняю на другой ремень, получается два бежевых ремня, но здесь, конечно, просится черный ремень, чтобы замкнуть образ, как я люблю говорить. У меня черная водолазка, черная обувь, черный ремень сюда просится. Надеваю третий ремень, он подходит мне по размеру, я нашла черный ремень после 10-минутных поисков. Один ремень убираю, но не потому что три ремня это too much, а потому что он не очень попадает сюда по цвету. Если бы был у меня третий тонкий, допустим, черный ремень, либо золотистый, я бы его совершенно точно оставила. Вообще, мне очень нравится прием, несколько ремней. Используйте его смело, и могу подсказать, что у меня, например, черный ремень, он застегивается сзади. Если ваши ремни застегиваются все на классическую пряжку спереди, слегка расцентруйте эти пряжки, то есть, чтобы не была одна пряжка над другой, чтобы они как будто бы были расцентрованы, по-другому не могу сказать. Кстати, этот прием, я всегда говорю, часто используют Max Mara, Max Mara Weekend при оформлении своих витрин, и также пинку. Сегодня я еду на съемку, поэтому, возможно, мы с вами и увидим. А также на витринах подобный прием, он очень-очень эффектный. Ну что ж, следующий мой образ многие видели. Это дубленка надетая. У меня двусторонняя дубленка. Многие подумали, что это шуба. Но нет, это мое просто какое-то супер приобретение. Я очень хотела эту дубленку. Я ее долго ждала, ее было очень сложно выкупить, потому что заказ несколько раз у меня обнулялся, потому что, ну, был солд-аут полный. Это дубленка Massimo Dutti. Она двусторонняя, она всегда мне нравилась. Прежде всего, потому что она имеет классический английский воротник. А под дубленкой у меня... А нет, это уже другой день. Да, другой день. И у меня снова черная водолазка, блузка шелковая. Здесь могла бы быть любая шелковая блузка. Кстати, сегодня я планирую, если после съемки успею, забежать в Беннеттон. В прошлый раз, помните, я показывала вам яркие водолазки, и у меня не было с собой денег. Я не купила себе... Хочу купить себе василькового цвета водолазку и носить тоже под разные блузки, либо просто с пальто, под пальто, создавая вот такой красивый эффектно-цветовой образ, потому что васильковый цвет прекрасно будет сочетаться с бежевым. Я прикладывала к бежевому пальто, показывала с белым. Будет прекрасно сочетаться. Вообще, водолазки я очень люблю. Сегодня я первый раз постирала водолазку Massimo Dutti. И могу сказать, что я разочарована качеством, потому что водолазка как будто бы распушилась, то есть она не очень хорошо выглядит. Поэтому водолазки Massimo Dutti, вот эта линейка 100% кашемер, я не рекомендую к покупке. Также, в общем-то, как и леггинсы Massimo Dutti, при том, что, знаете, я очень полюбила эту марку в последнее время. Дубленкой, например, я очень довольна. А вот леггинсы, они не стоят своих 300 или даже 400 евро, за сколько они продаются в черном цвете сейчас на официальном сайте. Ну что ж, следующий вариант – это пальто, которое я надела, чтобы забрать Данечку, очень сильно замерзло. И, соответственно, снова на мне мои леггинсы. Меня часто спрашивают, почему ты все время в леггинсы ходишь? Например, сегодня я еду на съемку, я буду показывать именно верхнюю одежду, чтобы не переодеваться, потому что мне не хочется переодеваться. Это сложно, но не всегда хочется. А под леггинсы, точнее, с леггинсами, любая верхняя одежда сочетается. Поэтому, поскольку я часто снимаю, я надеваю универсальную одежду, на фоне которой будет смотреться все хорошо. То есть свою универсальную базу, чтобы потом не переодеваться. У меня пуховик. Я часто рассказывала и убеждаю, и мне очень отрадно, что я многих убедила, носить под верхнюю одежду, например, под пальто. Прежде всего, бесподкладочное пальто подойдет для этой цели. Любую другую верхнюю одежду. Это может быть тонкое бесподкладочное пальто, я показывала. Это может быть даже шуба, кстати, либо наоборот пальто и плюс шуба сверху. Тоже такие образы я вам показывала на себе. И, соответственно, верхняя одежда плюс верхняя одежда – это то, что мы видим редко. Это то, что смотрится очень эффектно. Это то, что смотрится красиво и позволяет создавать разнофактурные образы и также контрастные образы, как в данном случае. И вообще вот эта разница в длинах, когда, допустим, из-под одной верхней одежды слегка выглядывает другая верхняя одежда, мы видели, да, из-под пальто слегка выглядывает пуховик, либо рукава пуховика. Это всегда очень красиво. Тот же самый образ, но сверху более теплая пальтишка. На самом деле я так не оделась. Я просто вам хотела показать, что куртка, ну, прекрасно ложится. Особенно, знаете, вот такие куртки, пуховики тонкие-тонкие. В Италии их носят самостоятельно. Очень хорошо они, кстати, очень хорошо смотрятся с юбкой-карандаш и с классическими брюками в стрелку, со стрелкой. Они издалека смотрятся, эти пуховики, как пиджак, как жакет, в зависимости от длины. И в Италии их носят самостоятельно. Я знаю, что для России многие блогеры рекомендуют не носить их самостоятельно. Вот эти пуховики с горизонтальной прострочкой, не очень широкой. Пожалуйста, если они у вас есть, используйте как первый слой одежды, как второй слой одежды под верхнюю одежду. Очень эффектно. И самое главное, очень тепло. А когда мы выходим на весну, еще не очень теплую, либо осень, еще не очень холодная, то именно это позволяет носить верхнюю одежду расстегнутой. Верхняя одежда расстегнутая, в движении смотрится всегда очень хорошо. Следующий образ. Многие образы вертикальные, потому что я снимаю подобие сторис. Я не знаю, как их комментировать. Я вообще не знаю, где зрители их видят. Я эти сторис не вижу. Называется здесь на YouTube это сюжет. Поэтому для сюжета нужна вертикальная съемка. Это новшество YouTube. Я не знаю, куда они уходят. Хотя комментарии иногда мне в общие уведомления приходят. Но я не могу на них ответить. И что на мне? На мне снова леггинсы. Да, это день, когда я снимала в Марино Ринальде. На мне мой свитерок. На самом деле это, кстати, платье. Оно подвернутое. Это мини-платье. И покупала я его, как сейчас помню, во льду, когда Оста была такая моя спонтанная покупка. Таких платьев было очень мало. Платьев свитеров в то время. Я купила, но практически не ношу его самостоятельно. Этому платью не хватает объема в талии. На мне пальто. Это пальто многим понравилось из-за цвета. Это пальто Gucci. Вообще, кстати, именно это пальто и то, что я видела в Saint Laurent, и стилистика, и также цветовая гамма меня подвела к выводу. Я даже с мужем об этом поговорила, что поскольку Saint Laurent и Gucci принадлежат одной группе, что взяли те же самые эскизы, которые были, допустим, 5 лет в Gucci назад, и предложили это слегка переосмыслили для Saint Laurent, потому что даже моя блузка в горошек, которая фигурирует в этом видео, это Gucci. А помните, мы видели с вами Saint Laurent такую же, только в горох. Она идентичная, с бантом, такая же прозрачная. Я ее обязательно примерю. Ну что ж, какие-то пакеты там появились. Непонятно. А, это, кстати, упаковка от моих сапог, которые я купила. Меня спрашивали, что за сапоги. Это в E-Aroma 15. Я очень долго решалась на их покупку, потому что мне не нужна обувь для красоты. Мне нужна обувь, которая не натирает, и в которой 6 часов я могу находиться. Обувь Gucci, сапоги Gucci у меня есть, две пары. В них у меня сводят ногу. Мерила сапоги Hermes, которые рекомендуют и запостили все инстаграм-блогеры. Но эти сапоги, они мне лично жмут в момент примерки. То есть у них очень жесткое голенище, они сами очень жесткие. И найти жакейские сапоги вообще сложно. А те, которые не натирают, еще сложнее. В итоге я поговорила однажды с директором одного бутика и обозначила свою проблему своих блогерских ног. Она мне именно посоветовала магазин и именно марку Via Roma 15, потому что она сказала, я сама по 6-8 часов на ногах. И вот это сапоги и обувь, которая не жмет, в которой не сводят ногу, если у вас широкая стопа и высокий подъем, как у меня. Поэтому такая история приобретения этих сапог. А сейчас я в ботинках на шнуровке. Это Stuart Waitsman. И если у вас такая же широкая нога, как у меня, и подъем, то, возможно, обувь Stuart Waitsman вам подойдет. На данный момент Stuart Waitsman и Santoni – это единственная обувь, в которой мне действительно комфортно. Ну, также, кстати, кроссовочки Adidas. Обожаю кроссовочки Adidas. Классическую расцветку. Белое-черное, черное-белое. Мне кажется, всегда здорово. Недавно я была в H&M, и кто-то мне написал, ага, для себя покупаешь Max Maru, а для детей H&M. Да, я для детей действительно покупаю много H&M. Прежде всего, различные брюки, которые они носят. Это не брюки, а спортивные штаны, которые они носят в школу и в садик. У габрюшечки, например, форма состоит из специальной голубой толстовки и вот таких темно-синих брюк, которые я покупаю либо в манго детском, либо в H&M. Покупаешь три пары, платишь что-то там, как за две с половиной. Такая акция. И я купила себе тоже свитшоты, ищу Егору свитшоты. Вот купила себе розовый, почти Баленсиага. Поэтому, да, я не скрываю, что я одеваю детей в H&M, но и сама иногда там тоже одеваюсь. Почему иногда? Потому что там не всегда можно найти классные вещи. Если бы там можно было найти классные вещи всегда, я бы всегда там одевалась. В Stradivarius бы ходила. На самом деле, это просто мечта любой модницы – одеваться красиво, здорово, иметь много одежды, часто её менять и тратить мало денег. При этом иметь её реально в какой-то шаговой доступности. Потому что в любых бутиках, если ты что-то очень хочешь, то либо нет твоего размера, либо придётся подождать, пока размер прибудет, пока ты примеришь. На самом деле, десять раз смотаешься в бутик, чтобы какую-то вещь себе важную за определённую стоимость купить. Ну что ж, мои прекрасные зрители, я желаю всем хорошего настроения. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok